так все звук идет за здравствуйте товарищи подписчики и гости канала и товарищи в студии у нас сегодня несколько вопросов интересных давайте начнем разбирать роман вот некоторые обвиняют тебя в популизме в частности за то что ты поднял вопрос бесплатном транспорте можешь объяснить эту ситуацию да здесь вот есть некоторая дезинформация начиная с того что я поднял я поднял этот вопрос да то есть вопрос поднял меня это предложение было сформировано еще валерием петровичем писарецким несколько лет назад мало того это было вот эта возможность была обсчитана уже даже в цифры переведена и что-то там помешало тоже сейчас это как бы это актуально и скажу более оно становится более возможным как нас убеждают что бюджет района возрос да вот хоть он он у нас последний год даже оказался очень-то недефицитным здорово все четко четко уложились почему бы нам не сделать бесплатный транспорт для людей не жонглировать бесцельно там миллионами там где-то миллионы в миллиарды превращаются миллионы в тысячи просто когда вот читал на последнем заседании ответственный человек отчет ну и там было что он начал опутаться миллиарды миллионы что-то там никто замечание может из вежливости не сделал но вот есть такие моменты тоже но о главном да почему почему в популизме ну что такое популизм популизм это если в понимании той же того же председателя собрания депутатов гражданки хлопина ольги владимировны если в ее понимание это взять для меня популизм это жонглирование такое хотелками да жонглирование хотелками то есть мы хотим кто это но мы этого не можем сделать но вот если ты это озвучишь ты такой весь красивый да ну это если простыми словами а вообще если открыть википедию там скорее всего будет написано не ручая заточность там до постановки слов порядка слов заточный смысл в том что популизма в том что мы говорим то что хочет услышать народ но это изначально невыполнимо вот вот что она подразумевает то есть мы же этого не можем сделать зачем мы это будем заявлять а я скажу так можем сказать еще раз можем еще раз можем согласно обоснования ивана юрьевича рухова кстати он у нас занимается перевозками по городу уже несколько лет вот и по-прежнему остается с нами вот согласно обоснования 4 миллиона собирается транспортом в год с людей что мы не можем позволить себе датировать 4 миллиона нет мы не можем позволить это популизм у нас нет бюджета я скажу еще раз давайте расширим бюджет вот это одни от нас зависит это объективный фактор это не от нас ничего давайте включим мозги давайте как я уже предлагал начнем с расширения бюджета тоже все взаимосвязано правильно это не хотелки какие-то вот эти вот вульгаризмы я не знаю вот эти которые внедрены высокими кстати чиновниками нашими самыми административными и это не хотелки и даже не ковырялки понимаете и даже не пеналки и не избивалки это вполне реально можно сделать просто увеличить поступление в бюджет есть несколько для этого возможностей решения но мы сейчас говорим о популизме вот популизм да вот невыполнимо пообещать вполне выполнимо почему же невыполнимо если мы можем не своевременно что-то там не закупив свое время надо в другое время года закупать тоже топлива до твердо переплачивать там сумасшедшие деньги я не знаю хотя для каждого времени года свои работы в общем-то должны очень много можно привести сейчас примеров таких когда идет спешно освоение бюджета потому что нужно освоить если мы не освоим деньги да нам просто не дадут но это как вот это как вот входящей группой получилось на поликлинике вот несколько лет назад когда когда просто бухнули в мороз материал и человеческие ресурсы чтобы потом это все убрать летом и заново переделать по гарантии ты имеешь входная группа на поликлинике на поликлинике сегодня хотел показать вам образец инженерного строительного гения и освоение денег николаевск на море 2021 год 22 апреля и зимой в минус сороковые холода значит в детская больница друзья у нас значит происходил ремонт производился входной группы давайте обратим внимание камера чуть-чуть сюда и давайте покажем вот элемент одной группы вот она крыльцо посмотрите как бюджет вкинули вот чика в чику вот деньги ну вот ждали 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 скорее всего так оно было ждали 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 раз деньги упали но зима уже надо надо делать да поэтому срочно там возводили какие-то там палатки там я не знаю что то сделали ну сделали на этот на как это называется сделали чтобы освоить ну потом все это потемкинская деревня потекло даже что-то восстановили частично сейчас там как надо посмотреть ну там да все равно осыпается маленькая технология не соблюдена с оттоком воды но вроде как бы стоит плиточник можно по его похвалить даже я более того я скажу я ходил как раз помнишь вот это было два года а его кстати он прошел очень как-то незаметно все как-то знаешь ну там кроме того что на варе шапка горела что-то мне не говорила там что-то написал там какую-то пугалку мне но не знаю какую-то пугалку хотелку какую-то свою ну главное что не ковырял короче говоря я ходил к начальнику к начальнику этого и этой всей большой организации к руководителю господи главный врач то есть называется вот главврач главному врачу к гбусы нсрб на прием кандакова анжелию павлани она кстати на меня произвела такое двоякое впечатление с одной стороны вроде человек ну грамотный вопросом владеет все объясняет там что с подрядчиком с этим гавриловым работали они он такой себе подрядчик тоже там сказала ну вроде как таких сильных не было проблем она же кстати с бюджетом тоже мне там вот эти вещи объяснила с другой стороны какое-то такое непонятное мы с не 40 минут говорили и три минуты где-то только поделала мне эту информацию так вот выдала комом про это и про это входную группу про подрядчика там прочее но я как бы и так знаю что такое бюджет как с ним работают как как бывают всякие нюансы ну мало того как бы у меня есть еще помощники которых не запрещено иметь официально но я могу с ними советоваться неофициально даже можно могу дать официальный запрос дело в том что значит двоякое впечатление вроде человек с одной стороны грамотность другой стороны какой-то легкомысленный чрезмерно легкомысленный ха хи хи вот мы 40 минут говорили вот больше всего такие какие-то ответвления непонятные когда я узнал что приехал замминистра и она 40 минут тут со мной тут с каким-то деревенским недоблогером тут трет разговор я думаю она тебя не хотела к замминистра пускать грудью на дот легла что-то выводы пускай каждый сам я не хочу никаких оценок ставит мы не в школе вот вот что касается значит до популизма делайте делайте нормально потому что все есть так вот это металла же можно все решить и можно его расширить так вот же правильно все все на поверхности находится если мы хотим работать но если мы причем популизм популизм вот у нас есть только и хорошо и слава богу вот эти золота накопали они там оставили после себя то что там трава не расти вот полянка что-то более менее еще занимается сейчас генеральный директор полянки забыл как зовут кстати помнишь по моему тоже иосифович у него отчество гуминский гуминский замечательный человек характеризовали ну тоже как бы разные как бы там пытались двояко но хорошего слышал больше чем плохого и вот это хорошее конечно перевешивала он подходит капитально он сделал капитально там 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 жилье где можно нормально жить отдыхать работать помогает там но это популизм до популизм слушая а вот эту группу которые делали зимой со стороны администрации это был акт популизма что смотрите а вот мы сделали вам как обещали как детям вот там долго еще это входная группа была неспособной не жизнеспособной и сделали она там по моему еще и весной там когда все потекло это же опять стала не способна ну к жизни популизм в действии популизм действий да ну можно над этим можно там позлословить я честно говоря не хочу этого делать я просто отвечаю на вопрос да что касается популизма я говорю это не мое предложение но предложение замечательное я как как депутат от кпрф депутат района я эти вещи доношу непосредственно до состава собрания депутатов николаевска муниципального района вот какие-то вещи мы делаем с моими помощниками вот с людьми которые не безразлично я считаю что депутат должен работать они прийти там просиживать там и не знаю голосовать за очевидное всегда все за а я знаю почему все за потому что многие вопросы не владеют они просто начитку предварительную даже не сделали все думает а вот мы много в этой системе крутишься и многие вещи знаем просто так да многие вещи знают просто так потому что долго работают медведя за полгода учат на мотоцикле кататься в курсе нет а чиновник сидит 20 лет он даже если дебил полнейший он выучит 20 слов умных или даже десятка хватит как козленок молоке помните поляков написал да палец поднял зри мог два другой палец вести ему вот так не вари козленка в молоке матери его да ну можно выучить десяток слов можно и будешь казаться таким даже таким себе не очень таки очень много просто вопросов таких они так вот один вопрос начинаешь значит рассказывать да один вопрос начинает цепляется как и переходят другой третий пятый потому что вот само самоуправление это не то что там сели вот какие-то там непонятные люди да нет это наши люди также вот нашего района они сели здесь вот и что-то решают там выехали посмотрели управляют депутаты должны депутаты это связь с народом за каждым депутатом стоит несколько тысяч человек которые выбирали вы депутаты должны соглашаться или не соглашаться предлагать свои вещи работать в комиссиях прочее да вносить вот это вот и общаться с народом непосредственно с людьми которые их выбрали поэтому мы приходим мы там тоже да все такие занятые да все такие ничего я постоянно прочитываю как бы я не был занят я прочитываю что не успеваю прочитывать я читаю в автобусе в пути постоянно с телефоном где-то нахожусь я делаю начитку постоянную слушаю там какие-то вещи там по бюджету книжки читаю очень легко проголосовать вот так вот все но если ты с чем-то не согласен тебе придется мотивировать свою точку зрения да тебя обязательно спросят почему ты против да или почему ты воздержался на это они ответить не готовы я думаю большинство не готова ответить почему потому что нету предварительной начитки предварительной начитки а те кто владеет прям вопросом хорошо хорошо но они же умные они же умные если он будет голосовать против то он станет популистом наверное так все роман а вот еще один вопрос почему ты голосовал на депутатском собрании против стратегии развития объяснит этот вопрос и здесь тоже некоторая дезинформация я не голосовал против принятия проекта стратегии развития николаевского района период до 2030 года я обосновал даже почему я не голосовал за вот но я конечно хотел сказать на собрании почему я не голосовал против дело в том что я не голосовал против я я воздержался объясняю позицию стратегия развития она в принципе она сырая просто сырая не то что там дорабатывать до дорабатывать но если одним словом и характеризовать она сырая все ей нужно еще дойти созреть об этом я сказал стратегия развития это что такое стратегия до развития это некоторые вектор цели который включает в себя что такое вектор цели это определенный перечень задач направленных на реализацию какого-то направления здесь направление задано развитие не просто стратегическое развитие стратегия играли в Я думаю, кто гемил в стратегии, тот понимает, что такое стратегия. И стратегия развития, он отличит от стратегии энтропии, то есть разрушения. Ну так здесь я вижу, что это не развитие, а именно стратегия энтропии. Вот возьмем, к примеру, очень там хорошо, прям выпукло так показано, то, что мы такие молодцы, взяли такие хорошие деньги, там несколько десятков миллионов, там что-то 140 или 180 на развитие нашей набережной, развить нашу набережную. В процессе развития нашей набережной, ну набережная начала развиваться уже, да, бурно. В процессе развития уже, значит, пушку мы перевернули наоборот, молодцы. И, значит, памятник Стеллу партизанам, да, героям, которые здесь укрепляли советскую власть в период гражданской войны. Этот памятник мы убрали, безапелляционно дернули его, поставили поближе к кабаку, чтобы там веселее было духом героев. Вот, стратегия пошла. Там поставили христианского святого, который там, кстати, очень много вопросов к символике, которая там стоит. Да, потому что люди, люди задают вопросы. Вот, и возвращаясь к стратегии, сказать хочется, что она сырая, она не включает в себя множество моментов. Она не включает в себя, самое главное, экологический момент, а экологически это, ну от этого зависит все, в общем-то. Экология это безопасность, елки-палки, это же прям вообще, это основное самое. Смотрите, не учтены мусорные вопросы, то есть вопросы складирования, вывоза мусора так и не определены до конца. Не определены вопросы, не заложенные никак в эту стратегию вопросы отчистных сооружений, установка отчистных сооружений. У нас семь сливов, семь сливов из города ливневых, и ни на одном из них нет отчистных сооружений. Понимаете? Вот эти вопросы. Вопрос бездомных животных, это как бы и к экологии так же относится. Да, это больной вопрос, конечно. Случай Хабаровский, это прям просто выпиющий. Это ко всему относится. Вопросы экологии, вопросы безопасности, опять не учтены вопросы. Почему это все не учтено? Я поэтому и сказал на собрании, я сказал, что ваша стратегия просто приведет к тому, что по обалденно красивой набережной будут гулять остатки выжившего без врачей населения, и мимо них будет проплывать вот это вот овно, вот эти вот фекалии, вот они будут проплывать. Жидкие бытовые отходы, ну вот с этим вот не соглашаются тоже, сказали, что это популизм, хорошо популизм. Глава района, очень много времени прям, я сколько, мне 5 минут дали, он говорил минут 10, наверное, говорил, а может 15. О том, что да, он согласен с Романом, да, Роман говорит правильно, но у нас бюджет не резиновый, у нас вот строго определено вот это сюда, это туда, вот, и у нас нет возможности такой участвовать в конкурсах, которых нет. Каких конкурсах, которых нет? Ну вот нет возможности участвовать в конкурсе, например, в гранте на очистные сооружения, потому что нет таких программ, вот, что мне было сказано, в общем-то. А я сказал, как бы, вполне конкретно, что у нас есть люди, да, которые пишут программы определенные, участвуют в конкурсах, в грантах, во всех мероприятиях на софинансирование, финансирование, то есть пытаются добыть денег, да, но более половины этих конкурсов, почему-то, вернее, этих проектов, почему-то не проходит, почему, ну, разные факторы, то, что какие-то там, там говорят, там люди там недостаточно квалифицированные, навряд ли, специалисты все, на самом деле, очень высоко квалифицированы, взять даже вот Ивана Ивановича Костырина, вообще просто, человек-энциклопедия по юридическим вопросам, все пояснит, от и до, четко объяснит. И такие специалисты еще есть у нас на местах, они могут это делать, могут. Почему же такой процент непрошедших проектов? Ну, есть такие факторы еще, я думаю, тоже, да, что не в струю немного зашли, немного не там записали, кто-то другой прошел, что-то, да. Видимо, не хватает недостаток, может быть, какого-то кругозора, что-то, может быть, подсказать где-то. Поэтому я предлагал до этого еще отдел грантов, который будет заниматься именно непосредственно написанием вот этих проектов. Там нужен один экономист, один юрист и один человек, который работает на сколах этих знаний, который имеет нормальный опыт жизненный, к тому же, кстати, который может, конкретный креативщик, вот, который будет прямо вот все это видеть. Все, эти люди будут вполне делать очень хороший городу привесок к бюджету. И, учитывая там знания, знания мои, знания коллег моих, знания по ДОТу, по достаточно общей теории управления, знания концепции общественной безопасности, которые, в общем-то, сейчас своими поступками пропагандирует президент Российской Федерации Владимир Путин. И есть еще хорошие, в общем-то, товарищи, которые подскажут, помогут, если нужно где-то что-то увидеть, где-то чего-то кто-то не понимает. И при этом, мы уже говорили с людьми, даже здесь, в Горкоме, вы все это видели по видео, эти люди, да, вы понимаете, что они очень-очень имеют большой опыт именно той работы, с которой они сталкивались. Поэтому это все реально, это все было реально сделать, в общем-то, бы. Но мешает нам вот это самое бы. Чем оно мешает? То, что нет возможности у нас такой, вот эти все усилия, которые были направлены, да, на получение денег для улучшения набережной, вот эти усилия я предложил направить на честные, да, такой же хотя бы эквивалент усилий. Но у нас нет конкурса, чтобы участвовать в них. То есть не можем участвовать в том, чего нет. Но так как я являюсь экологическим инспектором по Хабаровскому краю, при главном управлении отдела контроля и рецензирования правительства Хабаровского края, так как я имею такие возможности, в общем-то, хотя эти возможности имеет любой, я имею возможности протоколировать нарушения. Эти нарушения будут являться первичным документом в судах, там, в всяких прокурорских проверках и прочее. А позвонить, что сделал я, может любой позвонить, в общем-то, и так же с ним адекватно вполне поговорят. Я позвонил в главное управление, позвонил в отдел экологии, своему руководителю, и объяснил ситуацию, что как так, неужели на самом деле нет никаких программ, как он мне сказал, Анатолий Михайлович Леонов, согласившись, да, со всем, что было сказано. Программа? Неужели, говорю, нет программ, он говорит, подождите, как нет программ, если программы для экологии, это в первейшую очередь, у нас же был год экологии, да, президентом объявленный, как же нет программ? Ваше руководство, в частности, глава района, должен написать обоснование определенное, что у вас такая ситуация, у вас то-то и то-то, да, у вас текут реки фекалий в Амур, без всякой очистки, да, что, в общем-то, нарушает определенный экологический порядок природный. И требуется то-то и то-то, да, для этого. Там нужны, там, средства на проект, там, проект, говорят, там, стоит 100 миллионов, ну, там, понятно, да, 7 очистных, нам надо 700 миллионов для начала на проект. Хорошо, давайте обосновываем, и под вас все это будет создано. И тут двояко, либо мы не пишем ничего на самом деле, и говорим, вот это ваши хотелки, это ваше, вот, как это слово, популизм, да, это ваши хотелки, это ваши ковырялки, это ваши кусалки, ну, слова забываю тут, и пользуя такие вульгаризмы, ну, это ладно, вот. Либо так получается, либо, получается, письма, может быть, не доходят до Хабаровска, может, где-то нашу телегу с письмами вскрывают, да, может быть, где-то кто-то нападает на наших почтальонов, и письма не доходят никак, давайте попробуем по электронной почте отправить, может быть, никто не покусает провода, может, такое как-то сделать, да. Так вот, по этому вопросу. Стратегия, да, где ознакомиться с ней, может, ты так наговорил, наговорил, почитать уже, почитать уже. Очень много всего, ничего не включено в этот проект, вообще абсолютно ничего. Ну, да, показали красиво, как работает с документом Word, когда в этом смотришь в электронном виде, да, там цветные такие диаграммы, такие трехмерные. Да где, где? Можно сделать. А ознакомиться с данным документом, мне сказали, что на сайте официальном Николаевской на Амуре, Николаевской на Амуре районной администрации, именно там можно ознакомиться с этим документом. И он там очень долгое время находился, люди должны были заходить читать. Обязаны просто. Обязаны, я считаю, да. Но люди, кто мне звонил, спрашивал, они его не нашли. Кто не читал, тот не виноват, что ли? Мне поступил документ за неделю, за неделю до слушания. Я прочитал его на... два раза я прочитал его, сделал соответствующие отметки. Я с ним и приходил в комиссию. Я приходил, у нас была расширенная комиссия, а через день было заседание. Вот. Я приходил на комиссию, говорил, со мной не согласились. Ну, тогда то же самое я повторил на заседании. Сначала я проговорил, это еще отдельно Ольге Владимировне Хлопиной. Она сказала, это популизм, это ваши хотелки. Вот, ваши хотелки не совпадают с другими хотелками. Там еще человек сидел, он там говорит, а я вообще кусалкин. Вот. Короче говоря, сплошные какие-то вульгаризмы и варваризмы в словах. Но это не помешало всем проголосовать единогласно, за исключением одного воздержавшегося. Сдержавшегося и одного выбывшего на постоянное место жительства в другой город. Приняли стратегию развития Николаевского муниципального района до 2030 года. Которая, по-моему, настроена просто на... Совершенно в другую сторону ведет. Ну, о чем я и сказал. И поэтому я говорю, я не мог голосовать против. Понимаешь? Я не мог голосовать против, потому что что-то позитивное-то есть. Ну, вот диаграммы можно посмотреть позитивные, да. То, что там какой-то прицел там с тем, что можно электризовать дальше вот Нижнее Мурье, наши села, да. Такой лэп протянут. Ну, это позитивные вещи-то, в общем-то. Я ничего не скажу. Плохого в эту сторону. Молодцы, здорово. Ну, они тянут ее, потому что территория опережающего развития, наверное. Ну, она же... И она бы без стратегии тянулась, да? Она же должна опережать. Местной. Ну, ты смотри просто вот элементарно. Ты протянул туда ветку, да. Там теперь можно все, что угодно делать. Хочешь, там АБК ставь, если там что-то есть, для чего его ставить, чтобы перерабатывать. Ты же все... У нас же все на электрической тяге. Ты провел электричество, и у тебя есть все. Теперь полностью. Все, что хочешь, делай. Город строил новый. Это же круто. И ТЭЦ свою разгрузку дает своим мощностям. А то получается, на самом деле, что там было написано, что 40% мощности, что ли, у нас простаивает ТЭЦ. Ну, это опять же не ложилось несколько вот в то, что говорили раньше те же руководители ТЭЦ. Я помню, была целая большая программа по экономии электроэнергии. Мотай меньше. Кто меньше мотает, тот меньше платит. Даже были там предложены какие-то несколько тарифных... Была, короче, тарифная сетка была предложена, даже помню. Она, по-моему, не была утверждена. Что там до 100 кг одна цена, там 200-300 кг другая цена. Что-то вот такое было. И вот начали все жестко свет экономить. Плюс там еще население стало меньше в городе. Часть большую закопали, часть поменьше уехала. И как бы население меньше, а то население, которого меньше, оно экономит. За счет того, что население экономит, мы своевременно что сделали? Добавили тариф на юриков. У юриков тариф там больше 10 рублей за киловатт. Это вообще застрелиться просто можно. При таком положении вообще ценовой политики вообще ни о каком развитии просто говорить нельзя. Это просто вообще, это конкретное заявленное уничтожение вот с такими тарифами. Ну и все, теперь, конечно, людей нету, а те, кто остался, экономят. И тут ты хоть 30 рублей сделай предпринимателям, а не ты вообще просто их разоришь к чертовой матери. И все, ничего лучшего не будет. А мощности еще больше вот ТЭС появится. Давайте на Сахалин кинем, я не знаю, давайте Сахалин будем энергией кормить. В Монголию, в Монголию, конечно. Поэтому я не мог голосовать против чего-то, даже если маленечко будет позитивно, но я воздержался от этого и призывал к этому. Я даже умолял, я последний раз умолял этих товарищей, которые совершенно оказались не товарищами и даже награждане. А награждан они тянут с трубом, наверное. Ну не знаю, это, наверное, вырезать надо будет, да? Нет, почему? Может быть им серебряную звезду на пенсию обещали, что? Давай, дальше по вопросу. Давай. Роман, бездомные животные, ситуация как-то меняется? Так, по бездомным животным сюда нужно вот позвать людей, которые непосредственно занимаются. Конечно, вопрос меняется. Вопрос меняется, 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 но в худшую сторону. Поэтому, несмотря на то, что мероприятия определенные проводятся, животных все больше. Потому что теми способами, которыми вопрос решается на уровне стерилизации, это сделать возможно, да, но это нужно стерилизовать, стерилизовать, стерилизовать. Нужны, это сотни собак в год, не сотня там какая-то, да, за год, ну какая-то, опять же, да, это же длительный такой достаточно процесс. Мы об этом говорили, но чтобы об этом говорить нормально, да, вот еще раз это проговаривать, это вопрос на минут на 30-40. Мы не будем сейчас об этом. Мы хотим позвать людей, которые непосредственно занимаются, о чем, да, я говорю. У нас есть несколько вполне жизнеспособных групп, зооволонтеров, вот, у них, собственно, есть чаты определенные в телеграмме, ватсапе, и решают реально они вопросы, реально помогают животным. Реально сами, значит, собирают деньги на стерилизацию, там, на содержание, на передержки многие берут. У меня у самого три животных. Уже четыре. Уже четыре, да, ну вот, четыре уже животных. Приблудилась. Приблудилась. Ну, я видел там собачку и так, да. У всех моих знакомых тоже передержки собак, у друзей, знакомых там и собаки, и кошки. Я говорю, хорошо, что у нас не Африка, а так бы черепахи бездомные бегали и крокодилы. И попугайчики. И попугайчики летали. Главное, чтобы крокодилы бездомные не бегали, это вообще опасно, потому что в штате там каком-то Техас, задорно в мир памяти его. Там тоже, говорит, такие у них до сих пор осталось в законе штата, да, то, что крокодилов к этой колонке не привязывают. Пожарные, да. Не привязывать, да, опасно. Вот такие вот дела. Так что, нужно приглашать людей, которые занимаются, вот, например, Татьяну Леонидовну Лежневу позвать. Можно позвать? Можно. Она очень хорошо вас светит. Тем более, она могла сделать невозможное, в общем-то. Она смогла реализовать программу, там как-то называлось, на лапо-ушки. Вот на уровне, значит, нашего отдела по инвестиционной политике. Там вот Коржов занимался еще, тоже мир памяти его. Значит, непосредственно работала с Марченкой, забыл, как зовут, Натальей Валерьевной. А, по-моему, сестра она, Притулы, да, перевозчика нашего. Вот. И эта программа получилась. Там, по-моему, там 10 или 15 животных было простерили. Но, кстати, одно животное вот у нас, там вот эта Танька бегает, это собака. Ну, надо. У нее хорошее самочувствие. Хорошее. Собака классная, да. То есть, я это все непосредственно знаю, помогал тоже материал этот распространять. Вот. По стерилизации, по вот, чтобы люди приходили тоже в эту программу, участвовали. Ну, в данное время, в данное время вопрос есть, вроде и финансирование там какое-то есть, но люди не выходят на эти программы, потому что программы несовершенны. То есть, мало закладывается средств. Абсолютно мало. Средства только на то, чтобы вот собаку простерилизовать, вот так практически, да, ну, подержать там ее, не знаю, в лучшем случае, сколько там, день-два и выкинуть ее. Что, собственно, некоторыми предпринимателями я слышал и делалось. То есть, собаку простерилизовали, она простерилизовали, она еще в бинтах, ну, в этих, в бинтах, она еще под наркозом, самое главное, и выкидывают на улицу ее. Вот такая практика была здесь замечена в Николаевске. Ну, это уже, в общем-то, вопросы с полицией надо решать, потому что это, ну, достаточно серьезно. Вот. Поэтому подвижки, подвижки должны, конечно, быть, если, опять же, в администрации появятся люди, которые небезразличны, которым небезразлично, которые эти программы будут двигать. То есть, нету программ, да, давайте обоснования напишем. Потому что в крае вопрос сейчас решается, да, они решают, как опять по-своему, как бы нам ловче, вот, как-то вот убить фекс собак, вот, и все это протащить, подвести. Вот так вот решают вопросы многие. И я вижу, люди там тоже им вкидывают, вот, собаки там порвали того, собаки порвали этого. Я знаю, кстати, очень хорошо, как эти фейки делаются, вот, очень знакомые люди. Не, ну, проблема есть, это нельзя, да. Проблема есть, и среди проблемы вкидывают сотни-сотни-сотни фейков. Там собаки, там, если все эти фейки поднять, собаки там половину населения земли, бляхомуха, разорвали уже, ага. И детей у них порвали, всех абсолютно. Ну, это так же, как с акулами. Все боятся акул, хотя там единичные случаи вообще нападения акул на людей. Это вот такое есть. А в пожарах, особенно которые по Николаевску пылают, там совсем другая статистика, если что. И на разборках совсем другая статистика. Люди погибают, ни на каком, ни на своего, пожалуйста, вот здесь. Заметили, да, как я перешел? С одного вопроса перескочил на другой, на третий, на пятый. Это очень любит делать администрация. А потом сказать, смотрите, это развитие. Так вот, к вопросам о собаках, о собаках, а вообще о безнадзорных животных. Я бы еще и о котах поднял вопрос тоже. Да, я бы тоже поднял о котах. А о котах, о кошках как-то вот не так, потому что, ну, вот они вот детей не пугают, не разрывают их на части и не кусают. Ну, да, не кусают, просто они погибают от холода, когда их подъезды подкидывают. Короче говоря, необходимый вопрос прямо ставить остро. Так, и одно из предложений, это вот заложить средства в бюджет на устройство здесь, в Николаевске, приюта для безнадзорных животных и собак, и для кошек. Пускай это даже будет по американскому образцу. Ну, пускай этот приют будет. Конечно, да, нужен проект, нужны средства, но мы об этом уже проговорили выше, да. Нужно иметь голову на плечах и желание служить городу, служить людям. Не получать деньги вообще за то, что ты сидишь там, в стул мынешь, там, ходишь из комиссии в комиссии, повторяешь очевидные вещи, да. Денег нет, но вы держитесь. Но это каким надо быть выродком просто, чтобы вот так себя вести? У меня слов просто нет. Поэтому вопросы необходимо решать. Тем более собак с людьми в правах уравняли, в общем-то, да. Сейчас да. Так давайте как-то относиться более, как-то, я не знаю, более серьезно к этим вопросам. А то вопрос есть, но вот как-то, как-то вот золо-волонтеры пускай решают. Они безответственны, они на конкурс не выходят, так для того, чтобы на конкурс выйти, нету таких мощностей. У каждого вот из волонтеров у нас около, ну у нас несколько движений, не буду точную цифру называть, несколько движений. И получается, что каждый из этих людей, у них свой мини-приют, понимаете, свой мини-приют. Они вот на своей базе вот дома делают. Можно как-то их просто поддержать из бюджета, вот даже на таком уровне. Да, кстати, это выход, один из выходов. Вопрос никто и не поднимал. Но если их поддержать, то как же тогда можно будет вот так вот мотаться туда-сюда в командировке, там, день через день? Просто в командировке, просто для того, чтобы повесить пару елочных игрушек на елку. Ну это же стеб. Это же полный стеб. Это вообще, это порочная практика. Ну, давайте решать вопросы. Давайте заниматься. Возьмем калькуляторы, там, вот эти вот инструменты. И любой вопрос начинается, вот ты начинаешь записывать. Да, я уже не уставал повторять, что наука начинается там, где начинаются измерения. А любой путь начинается с сердца, да, как мыслитель говорил, Кант. Помните? Если у этого пути есть сердце, да, спроси у этого пути, есть у тебя сердце. Если есть сердце, значит все. Но это понимает не всякий, это понимают только те, у кого есть душа. Ну, а у кого душа улетела или не было ее, с этим уже труднее. Поэтому я приглашаю зоозащитников. Давайте поучаствуем. Давайте, вот сейчас звук придет скоро с Китая. С Китая, со зона. Придет звук и будем пробовать делать. Сделаем другую стул, давайте. Ольга Леонидовна, значит, Татьяна Леонидовна пообещала человека подготовить. Вот, у нее там не получается поучаствовать. Очень много работы тоже, очень работы много. И касающиеся непосредственной работы, и работы с тем, чтобы животным оказывать помощь. Человек вообще отдает себя без остатка вот решение вопросов. Я считаю, что необходимо что-то внести такое, чтобы на самом деле можно было из бюджета этих людей поддержать. И это все реально. То есть, я еще раз говорю, нужно брать ручку, калькулятор, садиться, считать, думать. И на комиссии не там, как, что, чего. На комиссию депутаты приходят, перед ними ставят вопросы какие-то, да. И эти вопросы уже предложены решения. Уже умные голову посидели и решили, а депутаты для чего нужны? А для того, что это инструмент принятия вот этих решений. А кто такое решение тупое принял, да? Так это же вы приняли, ребята. А когда? Ну вот, когда вы руки поднимали, да? А многие даже и не вспомнят об этом. Главное, что стратегия принята. А животные в этой стратегии, как-то вот этот вопрос с животными в стратегии не прорабатывался. Ну, понимаю, да, все получается, да. Любой процесс управления взять, нет такого. Так же, как в медицине. Нету отдельно печени, отдельно почек, нет отдельно желудка. Весь организм работает комплексом. А вот сейчас о медицине мы четвертый вопрос зададим. Ну вот да, все крутится рядышком. Но там, я так понял, не медицина будет, а более... Роман, и последний вопрос. Хирургов опять нет. Люди стревожены. Утилизация в действии у нас, оптимизация, утилизация. Может опять петицию написать, а? По хирургам по-прежнему больной вопрос. Петиции мы начали писать с 2022 года, да, когда проблема была обозначена. С петиции также мы зашли в 23-й год. Нас потом обвиняли, это все плохие, злые коммунисты, это все злой зайцев, который написал петицию, поэтому к нам хирурги не идут. Еще был такой момент, когда Анжела Павловна Кондакова мне прям писала в личку, роман, перестань-то моей фотографией лечиться. Помните, да, я по фотографии там показал. Мы лечимся вот исключительно благодаря силе заряженных фотографий. Ну, смехом бечуют нравы, да, и когда смеешься, умирать не так страшно, когда смешно. Она говорит, Роман, не надо лечиться моей фотографией, вот вы лечитесь, показывайте фотографии, и к нам поэтому хирурги не идут. Дело в том, что врачей у нас практически нет, а хирургов нет совсем. И поэтому, вот, зато у нас есть фотография, фотосессия главного врача, главного врача нашей Николаевской центральной районной больницы. И с одним, где она тут стоит, в фотосессии улыбается весь рот, вот, видать, улыбается, тестирует какой-то препарат на себе. И один из приезжих хирургов, ну, они иногда приезжают, ну, получится, приедут, не получится, не приедут. Так же, как санборд, получится, увезут, не получится, не увезут. Ну, не увезут, так не увезут. У нас земли много, всех закопают. Так вот, как мы лечимся? Лечимся мы по рецептам шаманов в Суахиле. Берем фотографию, она заряжена главным врачом и непосредственно министром. Так думаю, да. Так вот, по петиции, это так, маленечко вводная, чтобы понятно было, да, что происходит. Происходит вообще какой-то, какой-то сюр, получается, сюр. Вот губернатор дает распоряжение укомплектовать хирургами, да, КГБ с НЦРБ. На распоряжение просто кладется вообще с прибором, вообще просто вот так вот и все. А кто ты такой, что нам тут советуешь, да, вообще нормально. А там нет бы проконтролировать, и кого надо сделать, ну, вот так, нет и нет. И многие там тоже были встревожены до такой степени, что вот, надо выходить на улицы. И этим пользуются разные прохиндеи, про которых я уже поднимал вопрос, пятая колонна. Да, давайте там на улице начинают их поджигать. Цепсо не дремлют. Цепсошники не дремлют, да. Из этого вопроса, из нашей трагедии здесь районной, да, они делают себе гешефты такие прям, они прям радуются. И работают вот в этом направлении. Почему так у них получается? Потому что сайт, например, российская инициатива, да, вот на госуслугах, там, инициатива выдвинуть. Чтобы ее выдвинуть, она должна пройти двухмесячный период. То есть два месяца она будет на премодерации находиться. Ее будут там смотреть на трех уровнях, там я узнавал. Там одни посмотрят, другой потом чиновник посмотрит, третий она потом пройдет. Там вот такой идет. Вот. Два месяца долго, просто долго. Хотя необходимо, да, что-то, но опять же на туда, на вот, на этот уровень необходимо вносить что-то такое, что уже можно внести в законодательство. То есть закрепить какие-то моменты, да, например, момент такой, что если человек учился на целевом, то он обязан здесь отработать там, не знаю, что, давайте пожизненно, да, тогда он на целевой работе. Ну, пять лет. Ну, или пускай, не, ну, пять лет они отрабатывают и убегают. А, в десяти, да, вот хотя бы вот эти пять лет. Потому что сейчас такая возможность лазейка. Они поработали, денег нашли и заплатили, и уехали. Все, они сколько там на мое обучение потрачено, миллион? Ну, миллион, мне там будут платить пятьсот тысяч. Вот я сейчас возьму, заплачу и уеду. Вот так вот. Если эту возможность исключить, то, может быть, конечно, да, будет работать этот механизм. Но опять же, человек, который из-под палки будет пять лет работать, я не знаю, как он будет работать. Будет он вообще работать? Будет он людей спасать? Я не знаю, с каким настроением он будет работать. Опять же, спросите у этого пути, есть ли в нем сердце. Если в этом пути нет сердца, вообще говорить не о чем. Поэтому остаются вот такие вещи, как, да, как-то вот подшевелить вот этот вот, вот этот вот, я не знаю, затор этот, да. Не знаю, потому что то, что у нас происходит, это уже дно. Но оно проваливается еще глубже, глубже, глубже. Не пугай людей. Да, и потом уже, вот я как бы писал, даже заметку такую закидывал, там люди подхватили, что когда уже дна уже не было, все-таки постучались дна только снаружи. Вот уже, ребята, все, уже каранты, мы уже тонем. Такое было. И вот что-то началось. И губернатор, это была первая петиция такая, проламывающая. Вторая петиция много больше подписей собрала. Вторая петиция, значит, мы же заполняли на листах здесь, то есть люди приходили в горком. И была в электронной версии петиция. И все люди, которые рукописно подписались, мы это все сложили в посылку, отправили в Хабаровск через нашего депутата, через Светлану Изотову. Мы преподнесли эти петиции нашему губернатору. Он увидал эти вопросы, да, посмотрел эту пачку, оценил. И вот это все видео есть, видео, все это есть. Вот. И сейчас вот петиции не было долго. Петиция, это, получается, как-то единственный, что ли, единственный способ такой, мирный, да, вот как-то подшевелить вот это. Но она нужна, нужна она. Она вот, я вот сейчас тебя понимаю, что она нужна. Получается, что они говорят, они, мы говорим они, я так говорю, да, понятно всем, что у нас все в порядке, там кто-то работает, не работает, но это понятно. Они борются за кормушку свою. А донести до народа, от народа, обратно же губернатору, вот таким, да, долгим путем, но донести снова, что твои исполнения, решения твои не исполняются. Ты смотри, что происходит. То есть вопрос не решен. Вот таким образом, то есть их снова проломить, я считаю, да? Да, я думаю, что, конечно, подшевелить нужно. Но, вот я тоже слышал, там, давайте я напишу, давайте. Да, конечно, напишите, разместите, там, но я еще раз говорю, на сайте российской инициативы, через госуслуги, да, используя свою подтвержденную электронную подпись, ну, в смысле, не подпись, а свою подтвержденную, правильно, учетную запись. Электронная подпись, это несколько другое. Учетная запись на госуслугах, это бесплатная услуга, а за подпись электронную, там, нужно еще денег платить. Кто знает, то знает, но не знает, и будет, и не надо. Есть платформы, на которых принято, да, работать. Значит, это сайт citizengo.org, и сайт, на которых, собственно, мы и размещали петицию, это второй сайт, господи, забыл-то, прям забыл, как называется. Короче говоря, два сайта. И вот, значит, все они, естественно, пиндосовские, американские сайты. И, как бы, на них нехорошо, конечно, было бы, вот, получается, что мы свои проблемы им даем темы, которыми они нас же бомбят потом через соццентры. Это не есть хорошо. Но, это так же, как со случаем по YouTube, да? Вот на YouTube, почему мы все хостимся? А потому что на YouTube невозможно работать. Просто невозможно работать. Как, просто какие-то вредители там сидят. Они берут деньги и от наших, и от ваших, и от тех, и от этих. А делают в конечном итоге, что просят те. Делают просто говно. Просто. Что мешает сделать такой же, как YouTube? Да ничего не мешает. Телегу же сделали. Она лучше всяких, лучше Инстаграма, лучше всего. Вообще. Просто. Такой инструмент замечательный. Сделали ВКонтакте. Да нафиг нам этот Facebook буржуйский, там, прочая канитель. Что мешает нам сделать сайт российской инициативы? Так же, чтобы можно было на первичном уровне инициативы размещать. Да ничего не мешает. Но сидят какие-то вот жучки, которые не дают этого. Поэтому мы размещаем петиции. Механика такая. Мы размещаем петиции на этом пиндосовском сайте, да? Она позволяет нам наладить еще обратную связь с людьми. Очень хорошо сделано. Если такое же сделать на русском хостинге, да? На российском хостинге, это будет просто замечательно. Вот. Но этого нет. Поэтому петиция, я говорю, это такой достаточно ответственный шаг. Мы понимаем, да, что мы работаем на территории противника. Мы даем тактическую, значит, составляющую, да, и в нашу. Но параллельно, что мы делаем? Параллельно мы собираем подписи вот здесь, в Горкоме. В Горкоме должен кто-то дежурить. Ну, неделя это на раскачку. Две недели это вот самое такое нормальное. То есть это, понимаете, большой организационный вопрос. Плюс мы даем подписи в нашу местную СМИ. Мы даем, значит, в МПРС. И даем в органы администрации, в МОВСКИЙ ЛИМАН. Вот. Плюс еще идет расклейка, плюс работа в интернете. Это, на самом деле, такой объемный вопрос такой. И силами одного человека, что думаете, петицию сделали и разместили ее в интернете, и все? Во-первых, написать текст. Это с этого начинается все. Текст ошлифовать, утвердить, разместить. И уже после этого давать определенную, дальше уже развитие этому, чтобы оно пошло. И вот эти подписи, которые собираются электронные на сайте, они тоже все это распечатывается, подшивается сюда, и должно куда-то в конечном итоге пойти. Ну, а что толку? Вы насыграли там 500 подписей, 1100, 100 плюс 500 в интернете. И что? Да, собственно, что с этим дальше-то делать? Ну, что дальше делать? Да ничего просто. Просто ничего. Но основание может послужить там разных, как-то, в разных вариантах. Например, сослаться сюда и написать, например, письмо Владимиру Владимировичу Пукину, например. Ну, раз больше некому. Раз у нас на ручном управлении все едут по-прежнему, да. Можно, значит, держать обратную связь с людьми. Можно людям, которые подписали, выслать уведомления. То есть, очень широкий набор инструментов там есть. И поэтому, вот если есть желание у людей, сейчас вы понимаете, да, вот насколько это процесс. Если есть желание такое у людей работать, давайте какие-то свои наметки делайте, пишите. Можете прямо здесь в комментариях под роликом написать. Можете как-то со мной связаться. Телефон мой, значит, на WhatsApp пишите только. Телефон мой здесь, вот на плакате, это самое КПРФ, местное отделение. У нас вот на Гугле 33 висит. С одной стороны у нас пельмешка, да. Да, мы весело живем. Можно пельмени лифтариться. Мы весело живем, да. А с другой стороны, вот у нас здесь, значит, наш висит постер на улице. Баннер, баннер квадратный. Там мой телефон, если кому-кому надо. Вообще мой телефон найти нам очень просто, еще проще, чем город Москву на карте России. Он везде, мой телефон. Вот. Под каждым роликом практически есть. То есть, ну не звоните, пишите в WhatsApp. Просто пишите буквами, потому что времени не так, на самом деле, много, чтобы... Коротенько и ясно, вот, кто созреет. Поэтому, если хотите петицию, давайте. Где-то тоже видел, да, на, там... Зайцев только умеет петиции писать. Нет, подожди. Петиции писать. Подожди, подожди. Я объяснил, подожди. Я сам так говорю. А, ну давай, давай. Петиции писать, это... Это целый, это не только... Это целый комплекс задач. Ну ты механизм, да, показал. Это механизм, да, который нужно знать, как он реализуется, когда знаешь хорошо. Но без людей этот механизм ничего не значит. И без понимания он ничего не значит. Абсолютно, понимание, да. То есть, если у этого пути есть сердце, значит, все, пойдем по ним. Мы же беремся за собственную жизнь, ответственность берем за окружающих. Вот в чем дело. И этот город наш. Вот в чем дело. Но нам внушают, что мы здесь ничего не решаем. Так вот надо просто переключить рубильник и подумать, что мы все решаем. Все. Даже в общественный совет, вот, подать заявление, это с такой проблемой столкнулись. Вот просто я скажу еще пару слов. Там целая история была. Я хотел сделать с этого, прям, не знаю, мем какой-нибудь. Но я не занимаюсь этими делами. Это администрация там себя тешит. Я не знаю, ведут там какие-то фейковые аккаунты свои же. Там на кого с больной головы на здоровье перекладывают. Я, как бы, занимаюсь работой. У меня масса, масса работы. Кроме моей основной непосредственной работы. Заниматься с людьми. Заниматься вообще начиткой собственной. Чтобы тоже знать, как все это работает. И вам тоже рекомендую, друзья, тоже побольше читать. Прийти к нам, взять книжечек, вот у нас в горкоме. Хорошие книги. И вот люди приходят, берут интересно, читают, поделиться. Есть вот прям много-много всего полезного. Вот тут вот концентрат. Это можно на любой странице открывать, прям смотреть. Я вам серьезно говорю. Вот. Даже так, да? Даже серьезно ты это говоришь. Даже так, понимаете? Вот это, вот это хорошее вот эти издания. Вот это политическое просвещение. Я сам смотрел. Как-то в первые разы, а потом подсел, как говорится. Это как уголовный кодекс. Высоцкий пел, открою, говорит, на любой странице. И не могу, читая до конца. Но здесь покруче уголовного кодекса будет. У нас много томов Владимира Ильича Ленина. Можно посмотреть. Вот. Еще, если, кстати, кто хочет ознакомиться с печатными изданиями товарища Сталина, у нас вот в районной библиотеке на Сибирской, у нас есть там издание несколько томов товарища Сталина. Там такие раритеты есть, которые в свое время даже при Хрущеве подрезали специальными бритвочками. Я обнаружил там. Да, ты видел, да? Да, видел. Когда шла такая волна, что надо, ну, вырезать некоторые страницы из его сочинений. И вот это как-то было мобилизовано. И ходили, да, там деятели. А я находил, кстати. Красавец. Я сейчас только вспомнил. И вырезали, да. Показывал, просто я почему-то, почему говорю, что я могу эти слова подтвердить. То есть я позвал библиотекаря, говорю, смотрите, как. Как это вот так заметили? Так вот я говорю, вот заметили. Не, ну, книги любить надо, смысл-то в этом. А я их чувствую. Раз что-то не хватает, у меня лжи какая-то вот настройка идет. Тут тем более, товарищ Сталин, просто вот так вот открываешь, я серьезно говорю, с любой страницы открываешь, сидишь и вот. Очень актуально. Прочитал страницу, актуально, да. Очень актуально. И прямо как глоток воздуха сделал. Я вот такое ощущал только вот, когда причастился книжке читать, вот концепция общественной безопасности, коллектива авторского, внутренний предиктор СССР. И вот там, ну, там поначалу тяжело читается. Там очень такое, очень плотное, плотное изложение, и при том, что предложения очень длинные. И тем, кто, ну, вот особенно тем, кто сейчас вот жертву ЕГЭ их называют, да, они такие предложения читать-то, наверное, не способны воспринимать. Ну, поэтому по новой причине. Они в конце забывают, что было в начале. Ну, да. Как бы мне, ученику достаточно, ну, неплохому, я бы сказал, ученику средней школы Советского Союза, мне как бы, мне тяжело это было поначалу тоже читать. И когда я пристрастился тоже вот к чтению, да, вот надо читать просто постоянно. Ну, я не говорю, что каждый день, хотя бы там раза два в неделю плотно садиться читать. Ну, сейчас гаджеты я читаю везде, где можно. В автобусе, там, я не знаю, где-то в очереди, я в гаджете сижу, я читаю. Это источник получения информации, надо использовать каждую минуту. Так вот, глоток чистого воздуха. А Сталин, он чем подкупает вот его, вот его произведения, его вещи, работы авторские? Тем, что они написаны вообще простым языком. Вот любой вот крестьянин, не знаю, поймет, крестьянин-профессор тем более поймет. Ну, вот в основном понимают люди, кто вот на самом деле, кто чувствует, да, в сердце пути. А люди, которые не обремененные совестью, они как бы, да, для них это нечто страшное. Потому что, да, есть даже такое же стихотворение такое, да, как проверить человека. Тест такой небольшой. Ты ему скажи потихонечку, Сталин, победа, да, Днепрогресс. И что он тебе ответит на это? Так, давайте закругляться. Мы уже перешли на другие вопросы. На любимые. На политологии, да. На любимые наши вопросы. В итоге, я понимаю, петиция будет. Я вот чувствую прям как-то, каким-то местом, наверное. Ты уже завершил местом. Но ты говоришь, если вы хотите, вы сделаете. Ты объяснил механизм, так я понимаю, и она будет. То есть, вот именно так, что снова придет губернатору эта пачечка, каким-либо образом, как она будет выглядеть, что твоя деятельность у нас оценивается вот так вот. Так что, давай, губернатор. Снова будут коммунисты плохие. Обязательно. Снова Единая Россия во главе с Гариком, хотя он ЛДПР. Они все сделали. Там еще приедет блогер с Египта, еще нам поможет. Ну, все будет хорошо. Абсолютно. Давайте заканчивать. Все. Всего доброго. Мир вам. Мир вашему дому. Берегите здоровье. Потому что, все-таки, с хирургами у нас проблемы. Здоровье, здоровье, это, в общем-то, наше все. Теперь.